Международный Олимпийский комитет утвердил финальный перечень атлетов, которые примут участие в Летней Олимпиаде в Париже. В список попали 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые якобы отвечают критериям нейтральности. В частности, открыто не поддерживают войну России против Украины. Их допустили к соревнованиям в нейтральном статусе, без демонстрации гимнов, флагов и другой национальной символики. Однако 10 российских и 7 белорусских спортсменов из числа допущенных участия в Олимпийских играх в Париже нарушили правила Международного Олимпийского комитета о нейтралитете и должны быть отстранены, заявила 18 июля Международная правозащитная организация. Эти Олимпийские игры должны стать для Международного Олимпийского комитета возможностью подтвердить и продемонстрировать уважение к собственной политике в области прав человека. Уэн Джордаш, президент Международной правозащитной организации Global Right Compliance, из сообщения Reuters. В феврале 2024 года Олимпийский комитет Украины обратился к Международному Олимпийскому комитету с просьбой расследовать участие российских и белорусских спортсменов в связи с предполагаемым нарушением нейтралитета. Чтобы тех отстранили, Украина приложила максимум усилий. Находили фотографии, где спортсмены выступают, например, на фоне З-свастики или на каких-то там концертах пропагандистских или на турнирах в честь оккупантов. Собирали папочку в папочку, бумажку к бумажке, фотографию и фотографию. В конце концов, такой фантастический результат в 20 раз меньше граждан России, чем на предыдущих Олимпийских играх. Это, мне кажется, многого стоит. Сергей Быков, представитель Министерства молодёжи и спорта Украины в интервью «Радио Свобода». Франция отказалась допустить на Олимпиаду около сотни человек из России, Белоруссии и других стран, которые собирались приехать на игры в качестве журналистов, физиотерапевтов и технического персонала из-за риска шпионажа и кибератак. Глава МВД Франции назвал это принципом предосторожности. Вероятно, они приехали не для того, чтобы совершать теракты. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, существует возможность получить доступ к компьютерным сетям, чтобы совершить кибератаку. Жераль Дарманен, министр внутренних дел Франции, в интервью Le Journal du Dimanche. Ещё в апреле 2024 года президент Франции Манюэль Макрон заявлял, что Россия наряду с исламскими радикалами также может представлять угрозу Олимпийским играм. По мнению Макрона, нет никаких сомнений в том, что эта страна использует соревнования как минимум для информационной атаки на Францию. Именно с этими связаны повышенные меры безопасности. Существует ряд субъектов опасности, кто мог быть заинтересован в том, чтобы поставить под угрозу Олимпийские игры или использовать их в качестве платформы для своих сообщений. Один из главных – это, конечно, Российская Федерация. Они не могут иметь своих спортсменов, участвовать под названием страны. Они находятся под санкциями многих стран из-за их деятельности в Украине и других странах. И поэтому это может быть проблемой политических интересов и поводом для их атак. Украину, несмотря на полномасштабное вторжение России, представят 147 спортсменов. Это всего на несколько человек меньше, чем на предыдущей летней Олимпиаде. За два с половиной года полномасштабной войны от обстрелов, в оккупации и в боях за Украину погибли 488 спортсменов. Среди них и призёры Олимпийских игр. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала Фридом.